мы сейчас находимся среди деревьев кауре в трекинге возле пляжа пиха перед тем как войти сюда нас попросили помыть нашу обувь там стоит специальный аппарат за щетками с мойкой и сидит человек который всех предупреждает что надо мыть обувь перед тем как войти сюда чтобы не повредить деревья вот так выглядит устройство в котором предлагаю помыть ноги как следует вот так почистить уважаю эти внезапные повороты когда ты выходишь и перед тобой оказывается что-то настолько прекрасное в общем трек нас радует своими красотами открывается чудесный на пляже на холм 1 строк была закрыта вроде как потому что деревья в этой зоне особо чувствительные подвержены вымиранию и поэтому нам пришлось возвращаться обратно той же дорогой и вот наконец мы на самом пляже очень живописное место не зря сюда столько народ приезжает сейчас пойдем посмотрим как катаются серферы вы только посмотрите море тут настолько соленое что в орли как видно как переливается соль на солнце выглядит просто потрясающе тихо пич место мегких серферов новой зеландии кстати вот они за мной кучу отзывов на воде тут очень красиво и главное что вход бесплатный можно приехать и просто устроить себе допустим встречу заката на этом классном побережье кстати песок тут черный вулканический и очень много красивых ракушек которых я раньше нигде не видела а для тех кто не знает я вообще-то собираю ракушки всякие разные необычные поэтому для меня тут рай тасманское море такая вонючка и очень красиво а мы между прочим просто ехали по дороге тут вот такие указатели всегда обращайте внимание на указатели они вам подскажут где лучше всего мы пришли смотреть колонию бакланов добро пожаловать на пляж муривай одно из немногих мест обитания птиц эндемиков новозеландских бакланов 92 процента популяции новозеландских бакланов гнездится на южном острове и нам повезло увидеть такую большую колонию на северном найти эту колонию здесь оказалось весьма нетрудно достаточно просто идти на запах новозеландские бакланы воняют просто ужасно можно просто идти на запах и истошные крики а